Европейские овощи и фрукты на ярославских прилавках могут заменить узбекские. В Ярославль приехала делегация бизнесменов и чиновников из бывшей Советской Республики. Товарооборот между нашим регионом и Узбекистаном уже насчитывает десятки миллионов долларов. Одна из бывших республик Советского Союза всегда славилась хлопком. По экспорту белого золота Узбекистан сегодня на пятом месте в мире. Годовой товарооборот 600 миллионов долларов. Узбекский хлопок хорош по качественным показателям. Долгосрочное соглашение уже связывает его поставщиков и потребителей в Ярославской области. Представители республики хотели бы расширить свое присутствие на нашем рынке. И поставлять не только текстиль, но еще и овощи и фрукты, свежие и сушеные. А сегодня это очень актуально. В рамках поручения правительства Российской Федерации мы сегодня проводим встречу с нашими узбекскими партнерами. Все это делается в рамках того эмбарго, который Российская Федерация ввела в отношении ряда продуктов. Вот сегодняшние наши партнеры, это узбекская сторона, предложит нам, предлагает ряд продукций, которые, мы будем надеяться, в рамках наших сотрудничеств поступят на прилавки наших рынков, магазинов. Это плодовощная продукция. Сотрудничество обещает быть взаимовыгодным. Ярославская область – индустриальный регион. Поэтому гостям со Среднеазиатского юга представили промышленный потенциал. В Ярославской области нас интересуют двигатели для машиностроения. Сегодня была организована экскурсия именно на машиностроительный завод Елдэ. Нас заинтересовала эта продукция. Надеемся на долгосрочное сотрудничество. Взаимное изучение рынка и налаживание контактов интересно и преимущественно аграрному Узбекистану и индустриальному Ярославлю. Большие возможности, собственный таможенный пост и аэропорт делают наш регион еще более привлекательным для сотрудничества. Марина Смарагдова, Василий Мосин.